Последние дни в Армении отличались повышением градуса противостояния между правящей элитой и оппозиционными силами. Причем политическая борьба, как это было в первые дни после поражения Армении в 44-дневной войне, переместилась в кулач на лицевую плоскость. И события разворачиваются с такой скоростью, что трудно уследить. 31 марта на закрытом заседании в парламенте Армении спор между депутатами Владимиром Варданяном, фракция «Гражданский договор», Ингером Саакяном, фракция Армения, перерос в потасовку, в ходе которой последний нанес Варданяну удар в бровь каким-то предметом. При этом у проявившего агрессию депутата позже был диагностирован перелом правой руки. 2 апреля к спикеру нацсобрания Алену Симоняну в центре города подошел некто Нгер Макартчан с криком «Предатель!». В ответ Симонян приказал своим телохранителям скрутить обидчику руки и, воспользовавшись потерей последним двигательных функций, плюнул ему в лицо. Кстати, оскорбивший Симоняна является гражданином Канады и сыном члена бюро АРФ Дашнак Цутюн Макартича Макартчана. Напомним также, что ранее Симонян при странных обстоятельствах также сломал руку. Сегодня же стало известно, что неизвестные избили сына Николы Пашиняна Ашота. Надо признать, что вялотекущий флешмоб «Предатели» изрядно вывел из себя Анну Акопян, которая, выступая в Тавуши, заявила следующее. «Надеюсь, что когда я говорю «Предатель», это не должно быть преувеличением, потому что у нас много осужденных, особенно офицеров. Когда мы говорим «Смерть предателям», мы не анализируем самих себя. Далее еще хлеще. «Мы любим говорить весьма пафосные слова, чтобы скрыть реальность, но она такова, что во время 44-дневной войны у нас было 11 тысяч дезертиров». Нам, безусловно, импонирует, что первая леди Армении говорит своему народу правду. Это требует мужества – открыто признать дезертирство в воюющей армии. Твердо вознамерившись говорить только правду и ничего, кроме правды, Акопян продолжила добивать горе реваншистов. Когда верховный главнокомандующий призвал добровольцев встать на защиту Родины, они не отозвались на его призыв. «Я, как женщина, решила сформировать группу и сделала это для того, чтобы мужчины видели, как женщины создают вооруженные формирования и идут выполнять свой долг». Но мужчины плохо отреагировали на это. Вот так лихо первая леди задела самолюбие всех армян. Надо признать, что, несмотря на всю правдивость Анны Акопян, ответ ее асимметричен. В предательстве правящую элиту обвиняют определенные группы, однако свою горькую пилюлю получил весь народ, в том числе и тот электорат, который дал Пашиняну мандат доверия в июне 2021 года. Напомним, что Акопян не первый раз шокирует народ. 8 марта, в женский день, она выступила с оригинальным заявлением. Никогда не встречала счастливую армянку. Нас веками опосредованно учили, что счастье – это удел проституток. И хотя мысль содержит в себе попытку логического осмысления действительности, подана она настолько топорно и грубо, что смутила даже нас, противную сторону. На наш взгляд, трудно найти логические обоснования словам и действиям Акопян. С другой стороны, это единственный человек в команде бархатных, который рубит правду матку, в отличие от мужа и его друзей, которые только и делают, что упражняются в низкопробной демагогической риторике. Понятно, что своими действиями она вызывает все больше раздражения у наиболее радикального сегмента армянского общества и даже электората своего супруга, усиливая риск маргинализации страны. Последние события основательно подпитывают такие опасения. Уже отмеченный выше Ален Симонян написал в Facebook. Вчера также подвергся нападению Ашот Пашинян. Три дня назад на председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна напал депутат от АРДФ, ударил его, затем как заяц убежал в свою фракцию и в центре Еревана с расстояния около 100 метров совершил провокацию в отношении председателя НС Республики Армения, еще и пытаясь напасть на сына премьер-министра Республики Армения. Немного отвлекшись заметим, что заяц, убежавший в свою фракцию, это очень удачный образ и заслуживает самого широкого применения в политическом сленге всего мира. Далее Симонян переходит к сути. Это организованная серия провокаций, следы которой, уверен, ведут и за пределы нашей страны. Правовой и политический ответ на это не заставит себя долго ждать. Армения останется и будет развивать демократию, в нашем регионе будет мир. Судя по всему, армянский политик имеет в виду Россию и поддерживаемый ею блок Армения во главе с Кочаряном, в который входят и Дашнаки. Очевидно, спикер имеет в виду, что пророссийским силам дана отмашка на дестабилизацию страны. Остается ждать, как на это отреагируют агенты из миссии ЕС. В свою очередь, группы близкие Кочаряну также обвиняют правящую группировку в управлении извне. Прокочаряновский блогер и маркетолог Мина Хачатрян уже давно заявляет, что Никол Пашинян управляется внешними силами посредством жены. В ответ же на товужские воспитательные беседы Анны Акопян блогер разразилась в ее адрес изощренными бранными словами, самыми приличными из которых были гюрза, макака и рептилия. Чуть ранее Хачатрян проехалась и по супругу Анны Акопян, и с женской солидарности, подобрав для него более взвешенные выражения. Он настолько изувеченный ментально, мерзкий, отвратительный, ущербный духовно, искалеченный природой и уродливый, что армянский народ носится с ним как мама с больным и слабым детем. Последнее утверждение любопытно и не лишено смысла. Опытный маркетолог достаточно близко подошла к сути и все-таки испугалась продолжить свою мысль. Пашинян – это не просто дитя. Он – зеркало армянского общества. Именно оно – общество – изувечено ментально. Самое большое увечье его – в идеологии национальной исключительности, включающей агрессивный экспансионистский посыл. До недавних пор этот проект с разной степенью успеха шел по нарастающей. В 1918 году на землях Азербайджана удалось создать государство. В 1920 году к уже советской Армении присоединили Зангизур, а в начале 1990-х армяне оккупировали Карабах. Славная победа Азербайджана в 2020 году явилась для них шоком беспрецедентной силы. Единственный вектор, создавший современный армянский народ – захват чужих земель – потерпел крах. Другой идеологии у армян нет. Весь мнимый шик армянского имиджа как для внутреннего, так и для внешнего пользования, замешанный на статусе жертвы, слегка уравновешивающего его образ отважных воинов, умеющих показать зубы – оккупация Карабаха. Сдулся, как воздушный шарик. Армянский проект перестал быть брендом. Армянское общество осталось один на один с зеркалом. Выхода нет. Только гримасничающее собственное отображение. Субтитры создавал DimaTorzok